Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены. И именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаившись. Я хочу начать с вопроса, а где вы были? Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому позвольте я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разные степени увечья, я покупала аппаратуру, я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт в виду увечья, могли смотреть хотя бы телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это. И еще меня сняли с поезда, когда я поехала в Украину навестить дочь. Сняли, в результате дали 10 лет мне въезда за посещение Крыма. Назвали сукой-проституткой продажной, в чем только они обвиняли. Я нормально терпела. Еще за мой счет сделана ни одна операция. Я никогда не придавала это огласке, потому что считала, что это так неинтеллигентно. А вот сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать. И знаете, меня ведь Бог не сделал ни военврачом, и просто врачом, потому что я боюсь крови. И они сделали военнослужащие, потому что я не умею держать оружие. И не уверена, что могла бы его даже в качестве самообороны приложить. Но мое оружие – это выход на сцену. Именно этому я посвящала все 40 лет своей жизни. Потому что один священник мне помог сформулировать, из-за чего, в основном, я это делала. Не за эгоизм, а это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей вводишь уныние. Он меня спросил на ток-шоу «Без комплексов», знаю ли я, какой самый большой грех. Я, конечно же, сказала «убийство», а он сказал мне «это уныние». Поэтому именно с этим знаменем я всегда выходила на сцену, зная, что после моих концертов хочется любить, хочется рожать детей, создавать семьи, сажать цветы, собирать урожай, делать что-то для себя, делать что-то для страны полезнее. Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. А после концерта они мне рассказывали про боевые действия и про тот ужас, который они пережили, и их семьи. Я про это все писала. Разве вам это было интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными, пожелание спиться? Да и вообще, как бы... Слушайте, когда уже с нашей стороны, со стороны моей Родины начали писать, «Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья», мне так хотелось сказать каждый раз «Побойтесь Бога». Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Ну, давайте так. Я буду храм восстанавливать. А вы сами знаете, чему радоваться. Про жанр. Вот интересно мне. Ты ведь очень, на самом деле, думающая девушка. А жанр очень легкий у тебя. А что ты имеешь в виду? Ну, как? Ну, ты, в общем-то, так скажем, и все, что ты делаешь и на телевидении, и на эстраде, это, в общем, развлекаловка. Это в чистом виде то, что называется интертеймент. В телевидении есть развлекаловка. Да. А вот ты не чувствуешь такого какого-то противоречия внутреннего между там своими занятиями кабалой и там своими выступлениями на подмостках? Нет, совершенно. Во-первых, если говорить о серьезности на телевидении, то я считаю, что очень серьезным был проект, который назывался «Без комплексов», который вытащил очень много людей, и он не имел отношения к шоу-бизнесу, он имел отношения к психологии, к философии. К политике, чему угодно. Это правда. К жизни самое главное. И очень много людей до сих пор меня спрашивают, а нельзя ли возобновить? Идешь по улице, а вот не хватает. И, кстати, многие пробовали после этого сделать такое. Это не женское ток-шоу, не в чистом. Это шоу для всех. Пацаны не извиняются.